Добрый день, господа и слава. Здравствуйте, Центр инвесторов и финансов. Приветствует вас на нашем брифинге, посвященном техническому анализу. Меня зовут Архип Фанлей. Сегодня, в пятницу 13-го, мы с вами смотрим, что происходит на нашем фондовом рынке, но не только на нашем фондовом рынке, потому что в центре внимания нашего рынка не только. Да, в центре нашего внимания еще и Джи Пи Морган и Веллсфарга. Джи Пи Морган буквально несколько десятков минут назад отчитался за второй квартал 2019 года. Ожидания были несколько хуже, точнее результат оказался несколько хуже, чем ожидания. Тем не менее, в общем, не все так плохо. Давайте сразу перейдем к делу. Как обычно, вопросы можете задавать в чат, в правой нижней углу вашего экрана. Задайтесь посмотреть на нашем канале на YouTube. YouTube.com.broker.com.br Давайте сначала свое видение рынка скажу, потом уже буду отвечать на ваши вопросы и выполнять заявки по анализу по техническому взглядам. Так, первое, ну давайте посмотрим, давайте посмотрим, Джи Пи Морган. Сейчас небольшое снижение ниже, чем минимум вчерашнего дня, но, честно говоря, так, это, ой, грубо, 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 рынок еще не открылся. Да, смотрите, приехали. Ну, пока, пока еще говорить о, ну, я думаю, что вниз, конечно, Джи Пи Морган уйдет, потому что я ожидаю, волатильность у него была высокая, и, соответственно, как я уже говорил, хуже ожиданий вышли все результаты. Веллс Парга, который также сегодня отчитывается, вот он. Вот, пожалуйста, только что отчитался буквально Веллс Парга. До второй квартал 82 цента на акцию против ожидаемых 81 цента на акцию прибыли. Ну, не так плохо. То есть лучшее ожидание, лучшее ожидание, но, извините, да, ненамного. Веллс Парга у нас более стабильный, чем Джи Пи Морган. Джи Пи Морган в латинице вы видели. Ну, Веллс Парга более стабильный и, скажем, в те же периоды мартовской нестабильности мартовская пелиска майская упала всего процентов на 12-15. Ну, сейчас уже дошел до уровня марта этого года. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, бумага достаточно устойчивая. И при появлении каких-то технических сигналов, как то, например, в обиде локальных максимумах, самое простое, что мы можем увидеть, самое, скажем так, очевидное, это может быть дополнительным сигналом на покупку, если, конечно, вы работаете с американским рынком. По Джи Пи Моргану такого сказать не могу. Все-таки динамика у него более жестокая, в частности, связанная именно с большими потерями из-за операций своих управляющих. Голдман Сакс, так, давайте Голдман посмотрим. Голдман Сакс, а, угу. Да, давайте. Раз, как говорится, пошла такая пьянка, будем смотреть все более-менее крупные американские банки. Ну, Голдман у нас максимум на 40 долларов, где-то на 30%-то упал. Тоже посильнее, чем Волсфарго, поэтому тут, я думаю, Волсфарго оправдывает старую добрую поговорку, «Идишь, едешь, дальше будешь». Вот те, кто хотят быстрых прибылей или там продать какие-то, неизвестно, какие-то деривативы, то тут можно напороться. Кстати, очень хороший момент, в частности, локальные максимумы, локальные минимумы на одном уровне, четкие уровни на пробитие. Так, ну что, давайте перейдем уже к нашему рынку. В принципе, основные моменты по-западу мы посмотрели. Индекс ММВБ со своим флаж, ну да, тут скорее флажок, коррекция от восходящей волны с 13.30 до 14.50. Сейчас подошел к сопротивлению, к трендовому сопротивлению, ну и, на мой взгляд, есть шанс у него немножко скорректироваться в район 13.90-13.95, не уже оттуда пытаться пробивать максимум на 14.10. Ну и уже максимум будет пробить, я думаю, что дорога наверх будет ему открыта. То, что мы вчера с вами обсуждали, достаточно четкий отскок от более долгосрочной линии поддержки, которая берет свое начало еще на минимумах майских. И если подтвердится выход из вот этого коррекционного движения, отмеченными красными трендами линии, то не исключено, что мои среднесрочные ожидания вниз могут свиниться на более позитивные настроения. Так, это ММВБ. Кстати, ну вот Лукойл демонстрирует то, что, в принципе, может произойти по индексу ММВБ. Подъем коллекции сейчас боковым движением, ну, таким, относительно даже низкого подъема, ну да, скорее боковым движением вышел за трендовое сопротивление. По факту сигнал на покупку будет где-то на пробитие локального максимума текущего дня, может чуть повыше, 18.20. Уже среднесрочный можно покупать с целями 18.86. Это где-то у нас будет, так, давайте обозначу сразу, куда-то вот сюда. скажу, что 18.86 соответствует 50-процентной коррекции мартовского-майского снижения по АДР на Лукойл. То есть это на Лондоне будет 50% снижения. По большому счету цели неплохи, на мой взгляд, и уже от этого можно плясать. Так, вопросы, насколько я понимаю, сразу по стопам. Ну, очевидно, стопы это под текущий локальный минимум. Давайте посмотрим, что у нас на 3 дня. Ну, да, на 3 дня достаточно хорошо обозначен флажок при выходе выше него. Ну, от 18.11 я бы, конечно, пристеснялся покупать, но 18.20 очень неплохой сигнал и под скажем 18.00 на 20 рублей я думаю, что можно ставить стопы. Давайте посмотрим. 20 рублей стоп, потенциал прибыли у нас ну, сколько там получается, 65 рублей 3 к 1 соблюдается, поэтому можно сюда смело ставить. Те, кто работает на 3 дня, может позволить себе следить больше за рынком, то можно куда-то ставить чуть повыше 18.10 куда-то в этот район. Если по стопам вывезет, то, конечно, это может быть перезаход с теми же целями. Но пока мы сами видим, динамика достаточно гала, ничего интересного не происходит, но я привел как пример того, что может быть с динамикой ММВБ. Сбербанк у нас сегодня в очередной раз подтвердил свою безбольшенную любовь к перекрытию гэпов, но буквально на прошлом часе разрыв был ликвидирован. В принципе, не такой прям заметный и вообще качественный разрыв. Если был такой стопроцентный гэп выше локального хая, то это было бы интереснее. Но, тем не менее, видите, 89.50, ну да, 89.51 сделал, скочил и сейчас в общем-то калибрится в рамках канала нижняя граница, нижняя поддержка можно сказать, вот так вот проходит. То есть, это локальный минимум. Еще можем переписать настолько не в чистом виде локовит, а такое небольшое наклонное движение вниз. Так, давайте на 15 минутах покажу. Я думаю, что вот так будет более наглядно. сейчас минуточку. Вот как-то вот таким вот образом. Ну, верхнюю границу сложно провести ровно. По целям я уже говорил, на пробитие 92, пробитие 92 можно покупать для тех, кто больше склонен к росту, чем я, то можно уже накапливать позиции, начинают пробить сегодняшнего максимума локального 90,5 рублей. Он достаточно хорошо обозначен, день позитивный, и я думаю, что после пробития этого можно делать добавочку на 92. Цели при этом куда-то на 95 на 96 рублей к следующим локальным максимумам. Это первичное, что может рынок достичь, но дальше уже, я думаю, вполне реальное достижение 98 рублей. Я обычно люблю ориентироваться по предыдущим локальным максимумам, если дело касается роста, ну или минимума, если дело касается падения. Очень легко ориентироваться, и зачастую ожидания оправдываются. Напоминаю, что несмотря на выход достаточно большого блока и отчетности сегодня, и в частности в понедельник у нас, насколько я помню, сети группы должны читаться. Напоминаю, что в пятницу сегодня и в понедельник у нас экспирируются опционы на сегодня на фьючерсы на акции, в понедельник на фьючерс на индекс РТС. Поэтому не исключено, что синих движений до окончания понедельника у нас не будет, поскольку, как я уже говорил на брифинге краткосрочном, сильные объемы открытых позиций стоят близко к текущим ценам. Ну, мы с вами видим, не зря я назвал брифинг забора Гвозди, рынок наш как гвоздями прибитых к забору стоит практически целый день и какой-то более не проявляет, даже если мы посмотрим на объемы торгов. Ну, совсем небольшие и по Газпрому и по Сбербанку могло бы быть 14,5 миллиардов к 16 часам достаточно слабо. Так, дамы и господа, слушаю ваши вопросы, замечания и предложения. Со вчерашнего дня, как я уже говорил, мало чего поменялось и к сожалению, к сожалению, ничего интересного у нас пока не происходит. Схоже с лукойлом ведет себя по динамике ГМК Нарникель. Видите, ну давайте так, часовогребчик откроем. Тут я думаю, все это будет более наглядно. Очень четкий канал часовой. Часовой канал, выход за него, небольшая коррекция сейчас. в принципе, если будет отскок вот от этого сопротивления, которое уже сейчас является поддержкой, будет подтверждением на разворот и после пробития 5.350 можно будет уже добавляться, открывать новые позиции на покупку. Так, Газпром пойдет на 138 или нет? Давайте посмотрим Газпром. Газпромчик, Газпромчик. 138, по-моему, ощущение он особо туда и не собирается. В ближайшее время, скажем так, объемы торгов небольшие, пока никто его сливать не хочет, потому что если мы будем, например, сравнивать общерыночное падение с марта по май и падение Газпрома, то Газпром, конечно, упал больше рынка. Он сейчас, откровенно говоря, не в фаворе, отсток небольшой, всего 38% по сравнению с 50% по индексу МВБ. Но, честно говоря, сильно сомневаюсь, что при то, что сейчас происходит, будет 138%. Я, конечно, смотрю вниз, но не настолько сильно вниз, чтобы еще раз к минимуму сходить. Кирилл, я думаю, что, так подозреваю, вы про МНК, про 5,250, говорите. 5,250, ну, можно сказать, да, какой-то первичный вход делать, но хотя в данной ситуации я бы все равно это рассматривал как противотрендовое движение, поскольку объемы на покупку не впечатляющие, например, такие же, как на текущей коррекции, вы видите, те покупки, которые были раньше, после падения весеннего они были больше по объему. Сейчас очень низкие обороты. То, что было с утра, но это был одноразовый отыгрыш событий предыдущего дня и ночи. И по 5,250 учтите, можно, конечно, прикупиться, но это будет скорее противотрендовое действие с повышенным уровнем риска. 5,350 5,370 на мой взгляд, для меня более подпочтительные. Так, еще, пожалуйста, слушаю ваши вопросы. из интересного у нас сегодня так, давайте еще посмотрим «Роснефть». Да, вот, «Роснефть». Как раз я ее и хотел показать. По «Роснефти», на мой взгляд, динамика чуть ли не самая невразумительная. Пробили среднесрочной, месячной линией поддержки, но пробитие было такое, мягко говоря, медаленькое. Тут скорее боковик с диапазоном колебания от 200 до 210. То есть, как раз вот эти сильные уровни, они проявляются именно здесь. Так, сейчас мальчику покажу, что я имею в виду. «Роснефть» Это, понятное дело, ровный уровень, но кроме того, если мы с вами посмотрим динамику «Роснефти», как раз около этих границах у нас часто встречал и поддержку и сопротивление цена. Ну и в последнее время еще 208-210, тоже такая зона сопротивления, предыдущий максимум и до этого цены здесь находились. Кроме того, я также ориентируюсь на динамику «Роснефти» 108, ой, прошу прощения, 208-210. Это локальные максимумы в коридоре «Роснефти» «Роснефти» на «ЛСЕ». То есть, то, что мы видели, вот здесь небольшой такой подъем на МВБ на «ЛСЕ», это был в чистом виде боковик. Так, опять вопрос про «Газпром». Честно говоря, на сегодня на пенедельник мне очень сложно строить какие-то ожидания, я ведь заговорил, почему. потому что, во-первых, тот же JP Morgan никакого латинства на сторонах не привнес и до экспирации не исключено будем сидеть на занятых уровнях, отбивать позиции. Но чего-то при текущей динамике сомневаюсь, что до 150 сегодня дойдем. Хотя уровень согласен, он очень такой притягательный, очень четко обозначен, не исключено, что попытаются его протестировать. Честно говоря, новотек вообще никогда с ним не работал, поэтому ничего сказать не могу. Так, ну что, дамы и господа, у меня с основной информацией, пожалуй, на сегодня все. Если есть какие-то вопросы, давайте в чат, я еще минут 5-10 здесь буду находиться. Смотрите нас на YouTube, читайте в Facebook, на Smart Lab. Удачно вам заторговать в пятницу 13-е, удачно провести выходные. В понедельник уже встретитесь с Еленой Беляевой в это время в 16.00 по московскому времени. Никуда не уходите, оставайтесь с нами. Всего хорошего. До понедельника кто принимает участие в краткосрочном, ну, она не так страшен, чар, думающий, как-нибудь с вами встретимся. Спасибо за внимание. До свидания. Как подсказывают мои коллеги, кто не спрятал слияние. Спасибо.